Сейчас я буду рассказывать о некоторых важных прорывных вещах последнего времени, которые случились с астрофизикой. Это, конечно, субъективно я выбирал, то, что мне кажется самыми главными прорывными вещами. Это касается происхождения Вселенной, это космология, это касается астрофизических черных дыр, в частности, и прежде всего, гравитационных волн от них зарегистрированных, за которые только что была вручена Нобелевская премия. Это касается экзопланет. Это первые два пункта достаточно фундаментальные. Третий не фундаментален, это что-то вроде географии, но это очень важно с точки зрения вопроса вообще места человека в Вселенной. Итак, начнем с происхождения Вселенной. Ну, вот так выглядит Вселенная в очень большом масштабе. Каждая точка здесь – это скопление галактик, то есть это огромная карта, это миллиард световых лет. И видно, что она неоднородная. Вот такие волокна, какие-то структуры. Это каждая из них – это 100 миллионов, 300 миллионов световых лет вот из этих волокон и ячеек. Это так называемая крупномасштабная структура Вселенной. Это самый крупный масштаб, на котором Вселенная неоднородна. Дальше она однородна. То есть вот эта вот крупномасштабная структура, она идет дальше. Значит, теперь, что такое вообще наша Вселенная? Что это за объект такой? То есть понятно, что в XIX веке, скажем, речь о том, что Вселенная – это вообще объект какой-то физический. Речи идти не могло. Вселенная – это местилище всего сущего. Какой там объект? На самом деле, с появлением общей теории относительности Эйнштейна стало понятно, что Вселенная – это отнюдь не местилище всего сущего, что у него есть своя геометрия и другие физические характеристики. Значит, чтобы дальше было понятно, первое, важно объяснить, что такое Вселенная и какова ее геометрия. Это замкнутое трехмерное пространство. Что такое замкнутое трехмерное пространство? Скажем, если мы выбросим одну координату и предположим, что мы живем на двумерной поверхности, то все очень легко сразу станет. Двумерное пространство, оно просто замкнутое. Это поверхность земного шара, мы можем совершить кругосветное путешествие. У нас есть верх и низ еще, но забудем о них. Допустим, нам доступно только два, и свет распространяется только вдоль поверхности земного шара. Это будет модель нашей Вселенной с одним выкинутым измерением. Мы можем совершить кругосветное путешествие. Мы можем видеть один объект с двух сторон. Теперь возвращаемся к трехмерной Вселенной. То же самое. Мы можем поехать, полететь в одном направлении, очень долго лететь и вернуться с противоположного. Если бы Вселенная была стационарной, это было бы можно. Вселенная расширяется, поэтому этого нельзя. Она расширяется быстрее, чем мы можем совершить кругосветное путешествие. Но, в принципе, можно. Если мы сидим на поверхности шара, вот здесь, мы видим, скажем, объект, который расположен здесь. С этой стороны мы его видим, и с этой стороны мы его видим, потому что луч обходит поверхность. И искали, искали объекты с двух противоположных сторон. Ну, какие объекты? Ну, квазары. Самое яркое, что есть во Вселенной. Слава Богу, не нашли. Схватить что такое замкнутая Вселенная? Это трехмерный объем, очень большой. Конечный. Конечный, но у него нет краев. Он замкнут. Это сейчас он очень большой. Этот объем. А когда-то он был очень маленьким, когда Вселенная была очень маленькой. То есть вот эта сфера, которая здесь нарисована, она была ничтожная, она была микроскопическая. И вот когда она начала расширяться, это и был большой взрыв, грубо говоря. Потом я точнее скажу, что это значит. Но мы видим лишь ничтожную часть Вселенной. Мы не видим ее замкнутости, поскольку Вселенная гигантская. Нам доступен лишь небольшой ее кусочек для обозрения. И он нам кажется плоским. Мы не чувствуем этой кривизны. Вот так это, грубо говоря, основы современной космологии, какой она была там полвека назад. И уже тогда назревал тупик. В чем заключался тупик? Вот точно уже известно, что был большой взрыв. Уже видно реликтовое излучение, которое произошло от этого большого взрыва. Но остались очень тяжелые вопросы. Мы видим, вот крупномасштабную структуру я показывал, но Вселенная все равно примерно одинаковая, что там, что там. Если мы продолжим назад по времени биографию нашей Вселенной, то мы видим, что разные куски, которые мы видим на небе с разных сторон, они одинаковые. В начале расширения Вселенной они не могли узнать ничего друг о друге. Они были причинно не связанные. Они не успели бы обменяться световым сигналом и начать как-то синхронизовать свое расширение. Почему же они начали расширяться в один и тот же момент и каким образом у них оказалась одинаковая плотность? Это так называемая проблема горизонта. Вторая проблема – это то, что Вселенная вообще доросла до таких гигантских размеров. Это должен быть очень точный баланс между скоростью ее расширения и плотностью. Тогда этот баланс был плохой, грубый очень, до десятки. Но если мы продолжим, сейчас это один процент, этот баланс. Но если мы продолжим, по времени опять же назад пойдем, вот эта десятка превращается в 10 минус 50, то есть отклонение от единицы этого соотношения, 10 минус 50 степени в начале расширения. То есть фантастическая точность. Откуда эта точность взялась? Что так подогнало расширение Вселенной? И вот откуда так много частиц здесь, когда, казалось бы, должно быть из некоторых соображений, что частиц должно быть несколько десятков всего? Откуда взялись вот эти неоднородности Вселенной? И, наконец, что послужило начальным толчком? И вот это все вместе, это все вместе составляло, так сказать, огромную проблему для космологии, начиная там с 60-х годов. И, ну, люди как, ну, махнули рукой, ну, сказали, ну, да, такие были начальные условия, вот так точно подогнанные. Ну, как это сделать? И здесь уже торжествовали теологи, что на самом деле это все вот дело нашего мудрого Господа Бога, который подобрал нам такие четкие начальные условия. Но наука развивалась. И вот эти люди пробили этот самый тупик. Не только они, там есть еще люди. Но вот это вот, вот эти, они сделали самые главные вещи. И очень приятно, что здесь четыре наших соотечественников. Это Алексей Страбинский. Он сейчас в Москве, работает в институте имени Ландау. Это Слава Муханов, кончил в физтех, немножко моложе меня. Сейчас в Мюнхене. Это американец, тоже сделавший очень важный вклад, Алан Гуд. И это, опять же, наш Андрей Линды, который кончил МГУ, работал в Фиане и потом уехал в Стэнфорд, в Америку. И сейчас там находится. Все, значит, живут живы и здоровы. Кто из них что сделал? Все вместе они разработали такой сценарий. Вот эта самая вселенная, очень маленькая, когда она была. Вот возьмем и предположим, что она была размером 10 минус 27 сантиметра. Здесь еще вот один важный момент. Все спрашивают потом, а где был этот пузырек? Чтобы задать такой вопрос, где был этот пузырек, надо предположить, что уже есть какое-то пространство, куда он вложен. Не было пространства, куда он вложен. Это самый простой вариант. Есть там всякие теории, которые говорят, что он был вложен в другие пространства. Но, скорее всего, это просто никакого пространства не было, объемлющего его. А сам он был зачатком пространства. Другое дело, что таких пузырьков могло быть много. Что сделали эти ребята? Они поняли, что если этот пузырек заполнен неким однородным скалярным полем. Ну, скалярное поле – это что такое? Например, все слышали бозон Хиггса термин. Бозон Хиггса – это квант скалярного поля, которое изменило нашу Вселенную. И вот, возможно, было такое же скалярное поле с очень большой плотностью энергии и с гигантским натяжением. И вот натяжение, вместо того, чтобы схлопывать Вселенную, просто подставляем все это в уравнение Эйнштейна, упрощенное это в уравнение Фридмана, и видим, что натяжение, вместо того, чтобы сжать этот пузырь, через гравитацию она его начинает растягивать. Это можно назвать термином антигравитация. Хотя эта антигравитация не позволяет нам летать. Она единственное, что может делать – сотворить новую Вселенную. Каков закон расширения этой Вселенной вот с этим скалярным полем? Он то, что называется экспоненциальный. Или слово, которое учат в школе – это геометрическая прогрессия. То есть каждый промежуток времени Вселенная увеличивается вдвое. И этот промежуток времени был очень-очень маленьким. Это было что-нибудь типа 10-37, 10-35 секунды. То есть за ничтожные доли секунды Вселенная выросла на много порядков величины. Забегая вперед, скажу, что минимум на 56 порядков где-то величины. Скорее всего, на сотни порядков. То есть это значит, что кусок Вселенной, который мы видим, ничтожен, и она просто гигантская совершенно. Что происходит дальше? Дальше вот это скалярное поле теряет устойчивость, начинает колебаться. И сгорает. Что значит сгорает? Оно превращается в частицы. В частицы материи. До того, это, грубо говоря, был тяжелый вакуум. Для тех, кто более-менее знаком с физикой, скажем, энтропия ноль, температуры нет. Никакой материи нет, только тяжелый вакуум. А здесь появилась материя. И очень горячая сразу. И вот этот момент в игрании вакуума называется большой взрыв. Значит, правильный ответ. Что было до большого взрыва? До большого взрыва Вселенная расширялась под действием очень плотного скалярного поля. И назывался этот процесс инфляцией, космологической инфляцией. Ну, инфляция традиционно у нас относится к экспоненциальным процессам. Например, гиперинфляция, которая была в 90-х. Она вот шла по такому же закону экспоненциальному. Так что вот, правильный ответ. Что было до инфляции? Что было до большого взрыва? Была стадия инфляции. Очень короткая. Она была ничтожной долей секунды. Но она приготовила нам такую огромную и прекрасную Вселенную. Когда это все было разработано, казалось, что это все висит в воздухе. Что это все догадки теоретические. Которые, в общем-то, никогда не будут подтверждены. Или очень нескоро будут подтверждены. То есть это казалось даже не в полном смысле наука, а скорее какие-то фантазии. Но фантазии очень реальные, действительно что-то объясняющее. Никто из них не мог даже представить, что в 2000-х годах все это будет подтверждено. Подтверждено каким образом? Запустили две микроволновых обсерватории в космос, которые меряют реликтовое излучение, которое осталось от большого взрыва. Первым был WMAP американский. Этот аппарат, по-моему, стоил 300 миллионов долларов. То есть это вообще ничтожная величина. Сравните с нашими стадионами, которые сейчас строятся для этого футбольного. Там миллиарды долларов. А это вот за 300 миллионов запустили аппарат, который произвел революцию в космологии. Ну и в некотором смысле в нашем мировоззрении. Второй был подороже уже миллиард с чем-то. Это европейский планк. Он был запущен позже. Что увидели эти аппараты? Они увидели карту реликтового излучения на небе. Значит, реликтовое излучение, еще раз, что это такое? Вселенная была горячей. Она была заполнена материей и излучением. Расширялась, остывала, остывала. И в какой-то момент излучение, оно стало прозрачным для излучения. Оно перестало взаимодействовать с веществом. И с тех пор свет летает по прямую. Но этот свет из-за расширения Вселенной переехал в радиоволны. Сантиметровые. И вот в этом сантиметровом диапазоне мы видим детский портрет Вселенной. Того времени, когда я был 380 тысяч лет. И на этом детском портрете мы видим неоднородности. Неоднородности Вселенной, которые были тоже совершенно необходимы для того, чтобы потом образовались галактики, вся эта крупномасштабная структура и так далее. Потому что если бы она была абсолютно однородной, ничего бы этого не было. Теперь, что на этой карте видно? Правильный ответ на ней не видно ничего. Хотя многие люди здесь находят какие-то подтверждения своих теорий. какие-то пятна, какие-то пальцы. Это чисто статистическая картинка, где один хаос. Если мы здесь что-то видим, то это примерно то же самое, как в облаках мы видим фигуру крокодила. То же самое. Здесь ничего нет на самом деле. Но из этой картинки можно вытащить очень много информации. Первым до этого догадался Андрей Дмитриевич Сахаров еще в 60-х годах. Потом это пересчитали на современные теории все. Увидели, что да, отсюда можно вытащить очень много. Но как это делать? Надо разложить эту карту, если говорить научным языком, по угловым мультиполям. Это своего рода преобразование курьер для тех, кто учил всю эту математику. А для тех, кто не учил математику, это можно просто сказать так. Построим распределение. На каком угловом размере какой контраст этих пятен. Какой контраст маленьких пятен. Какой контраст пятен побольше, еще больше и так далее. Построим график по горизонтали размер пятна, по вертикали контраст. И получается примерно вот такая картинка. Очень интересная. Ну вот внизу это угловой размер пятна. А сверху это флуктуация температуры. Ну неважно там. Это в общем контраст. Вот сверху. Что мы видим? Большие пятна. Там 20 градусов, 30 градусов. Они вот здесь. У них контраст очень маленький. Теперь вдруг огромный пик на одном градусе. То есть пятна размером одного градуса, они наложены друг на друга, конечно, в хаотическую картинку, но они очень сильно выражены. И дальше идут вот такие колебания. Меньше, больше, меньше, больше. Это вот то, до чего догадался Сахара. Что в ранней вселенной ходили стоячие звуковые волны. И они к моменту вот, когда 380 тысяч лет, этот портрет вселенной, эти волны совершили конечное число переколебаний. От максимума к минимуму. И вот этот вот большой бугор. Это то, что пришло в максимуме. Это то, что успело переколебаться один раз. Вот стоячая волна огромная была. Она была в максимуме. Прошла через ноль. И набрала фазу пи. И вот она получилась огромной. Это 2 пи, это 3 пи и так далее. Все эти пики. То есть это успело переколебаться на полную синусоиду. Это на 3 вторых и так далее. И вот они так и идут. Просто уменьшаются. Замываются. Значит теперь. Красные вот это вот. Это точки экспериментальные. Это то, что обнаружено. Синяя. Это теория. Опирающаяся на теорию инфляции. В которой к этим точкам были подогнаны некоторые параметры Вселенной. Их 6 штук. Если кто-то занимался подгонкой экспериментальных данных с помощью теории. Тот со мной согласится, что чтобы подогнать вот эту кривую всю. Не знаю, что там происходит. Нужно минимум 30 параметров где-то. А здесь 6. Это как шестью выстрелами убить 30 зайцев. Почему это удалось? Потому что хорошо понятно, что здесь происходит. Итак, что отсюда вытащили из этой кривой, из этой подгонки. Первое. Во Вселенной Вселенная плоская. То есть вот мы видим горизонт. И здесь нет никакой кривизны этого пространства. Это все равно, что если мы сидим на шарике, то мы видим очень маленький кусочек. И он плоский в нашем приближении. То есть Вселенная по крайней мере в 100 раз больше, чем размер горизонта. Первое. Второе. Мы здесь видим ту самую темную материю, которая должна была быть во второй лекции. Темная материя сделала что? Она сделала очень большой вот этот пик. По сравнению с этим. То есть уже видно, что уже тогда темная материя сканковалась довольно сильно. Тянула за собой обычную материю. И мы отсюда знаем, что темной материи в 5 раз примерно больше, чем нашей обычной. Что мы еще знаем отсюда? Мы знаем количество темной энергии. Об этом я потом скажу. Это некая штука, которая расталкивается в нашу Вселенную. Это вещь, которую можно характеризовать как вес пустого пространства. Бес пустого пространства у нас равен 1 грамм на куб с ребром 40 тысяч километров. Это называется темная энергия. Все это отсюда видно. И вот значит, что предсказывала теория инфляции и что видно из этой картинки. Из этих и смежных картинок. Теория инфляции предсказывала, что Вселенная в нашем представлении плоская. То есть мы не видим отличия от полностью плоской. Замечательно подтвердилось. Очень важная вещь. Вот Слава Моханов первый до этого догадался. Значит, смотрите, чтобы получить эту картинку, эта картинка получается из затравочных неоднородностей во Вселенной. Вопрос. Эти затравочные неоднородности, они сильнее большого размера неоднородности, которые сейчас там на крупномасштабную структуру, скажем, определили, или маленького, которые там выросли до уровня звезд. Крупномасштабные или мелкомасштабные? Сильнее. Значит, гипотеза исходная была, что одинаковая. Что этот спектр одинаковый контраст неоднородности протягивается на много-много порядка причины. Слава Моханов посчитал аккуратно вот эти первые модели инфляции и выяснил, что на самом деле чуть больше амплитуда о крупномасштабных неоднородностей. Теперь, чтобы описать эту кривую, надо заложить какие-то начальные неоднородности спектра. И вот как раз согласие получается, когда вот эта кривая, это если бы они были плоскими, прямая, вернее серая, вот эта вот, а вот этот пунктир, это то, что предложил Слава Моханова. Как раз этот пунктир прекрасно все описывает. Вот эту вот кривую. То есть был пунктир и с помощью всяких взаимодействий вот этих стоячих волн он переработался вот в эту вот самую сложную картинку. Это четкое предсказание, оно совершенно четко выполнилось. Главное, что оно сделано задолго до того, как его увидели. И главное, что это совпало совершенно точно. Есть еще два свойства, которые я пропущу. Есть пятое свойство, которое пока не нашли. Теория инфляции предсказывает, что есть реликтовые гравитационные волны. Их можно искать. Есть один эффект, в котором они в принципе находятся. Пока не нашли, но пока еще просто недостаточная чувствительность. Когда найдут гравитационные волны, все, тут уже деваться некуда и надо уже неприлично будет не дать Нобелевскую премию тем, кто разрабатывал теорию инфляции. Это был прорыв, который очень многое объяснил. Значит ли это он, что объяснил все? В общем, нет. Потому что сам вопрос, откуда взялся вот этот пузырек затравочный? Я говорю, что надо его взять 10 минус 27 сантиметра с однородным полем. Откуда он взялся? И вот здесь мы упираемся в новый тупик, который уже не такой тяжелый, но тоже тяжелый по-своему. И этот тупик нам связан с тем, что мы приходим в самом начале к такой ситуации, когда квантовая механика должна работать одновременно с теорией гравитации. Они не работают одновременно. Если мы пытаемся применять механику к теории гравитации, к общей теории относительности Эйнштейна, получается полная ерунда. Все интегралы расходятся, везде бесконечности, и даже трудно ее сформулировать. Потому что само пространство, сама Вселенная становится квантовой. И как вот это описать, люди пока еще не умеют. Есть такое понятие планковская плотность, планковский масштаб. Это то, как раз, где нет классических пространств и времени, где Вселенная полностью квантовая. Пространство и время тоже квантовые. Это планковская плотность. И надо отскочить на нее немножко. Несколько порядков там. Это уже все гораздо проще. Но здесь просто нет теории. Это вот тупик. Пока что. Будет ли пробит этот тупик и когда? На наших иглажах или после? Ну, то, естественно, сказать не может. Но продвижение произошло огромное, конечно. То есть, вот чуть-чуть от этого тупика отойдем, и дальше все понятно. Следующий прорыв это черные дыры астрофизические. На самом деле до последнего времени все ученые верили, что черные дыры существуют, без них некуда деваться, но четкого доказательства не было. Потому что черную дыру очень сложно отличить от какого-то очень маленького сперхплотного тела. Вот эту поверхность или отсутствие поверхности очень трудно понять. Другое дело, что из законов физики мы знаем, что любое маленькое тело споллапсирует черную дыру. Бог знает, может быть, там не выполняются наши законы физики на таких масштабах. Так вот, в прошлом году, в начале прошлого года долго-долго работали и, наконец, зарегистрировали гравитационные волны. Это было чудовищно тяжело, потому что гравитационные волны очень слабые. Вот это вот, может быть, гравитационные волны от бюджетных черных дыр, реальные гравитационные волны. Они очень-очень это самое. Сейчас скажу, это мы можем ожидать их на уровне каком? Масштаб пространства растягивается в 10-21 раз. То есть, если у нас есть, допустим, километр, то километр растянется на 10-18 сантиметра. Размер ядра атомного это 10-12 сантиметра. То есть, это одна миллионная от размеров ядра. Растяжка километра. Это надо зарегистрировать. Теперь, собственно, откуда берутся эти гравитационные волны? Это слияние черных дыр. Черные дыры могут образоваться парой. Были две звезды, кружились друг во друга, друг вокруг друга. Обе звезды тяжелые, обе взорвались и превратились в сверхновые. И потом они крутились вокруг друга, друг вокруг друга, излучая слабенькие гравитационные волны, которые их тормозили. Эти гравитационные волны невозможно зарегистрировать. Их можно только косвенным образом обнаружить. Но когда-то они тормозились, 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 затормозились, момент теряли и слились. И перед слиянием они как раз очень быстро друг вокруг друга кружились. Момент потерян, но расстояние очень маленькое. И вот эти гравитационные волны, 10-21 сантиметра, я говорил, это как раз они перед этим слиянием. Это была очень... Кстати, картинка вот эта, это не просто художник рисовал, это рассчитан на компьютере. Здесь очень интересно, здесь сильнейшее искажение пространства. Значит, вот смотрите, вот здесь серпики, такой серпик, и вот здесь серпик. Что это такое? Этот серпик, это вот эта черная дыра. Свет обходит вот так вот, и понятно, ее изображение в виде этого серпика получается. Прямое изображение и вторичное. И здесь вот это вот серпик, это вторичное, это прямое. Это просто вот так пространство искажено перед самым слиянием. Да, ну как это регистрировать? Первым, кстати, это предложили наши Герцерштейн и пустовой, это еще 62-й год. Давайте попробуем лазером измерять эти смещения ничтожные. Вот этого километра пробного. Все равно это чудовищно тяжело, даже если это километр. Теперь мы можем здесь нагнать немножко. Можем немножко нагнать расстояние. Каким образом? Берем лазер на этом километре. Берем так называемый интерферометр фабри-перо. Это два зеркала полупрожрачных. Так что световой луч много раз бегает туда-сюда. Превращаем 4 километра вот это вот плечо, это труба с вакуумом в 400 километров, допустим. Ну не в 400, там 200 километров. Вот. Теперь 200 километров, это уже чуть полегче. Там уже поменьше, но все равно смещение надо мерить 10 минус 17 сантиметра. То есть это опять это жутко маленькие масштабы, они гораздо меньше длинной волны. Мало того, что померить, но их надо выделить из шумов. Представьте, вот такие маленькие, маленькие смещения на земной поверхности, которые трясет, которые, это самое, там огромные будут колебания из-за того, что рядом проехал велосипедист, допустим, по сравнению с этой величиной, или прошел человек. Здесь очень хитрая техника, работало не одно поколение ученых, это все вылизывали. Вылизывали как? Значит, давайте заставим очень всякие демпфирующие устройства, но от колебаний совсем нельзя избавиться. так давайте загоним эти колебания в очень узкие полосы частот. Каким образом? Зеркала подвесим на каких-то нитях с очень высокой добротностью, которые будут колебаться точно с определенной частотой. Сапфировые нити. Это, кстати, идея наших ребят из МГО. И получается, что все вот эти колебания загнали в очень узкие полосы по частоте. А эти узкие полосы можно вырезать. при обработке. Каким образом добиться фантастической чувствительности? Вот видите, вот они, даже не 10 минус 21, а уже подходят вот эти пики, это собственные колебания вот этих всех подвесок и так далее, и так далее. Вот эта кривая, это то, до чего можно дойти. И дошли. Это 2015 год. Это зарегистрировали события. Таких детекторов было два. Оба в Соединенных Штатах на расстоянии там 4000 километров друг от друга. И вот они зарегистрировали вот такую картинку. То есть какие-то хаотические колебания вдруг перешли в регулярные колебания, которые усиливались, частота их увеличивалась, потом раз, и вот некоторые колебания после, и все. Это совершенно точно соответствует картине слияния двух черных дыр. Теоретической. Эти события считали, они довольно сложно считаются на компьютерах. Это суперкомпьютеры, это общая теория относительности. Аналитически это никак не решишь. И было насчитано 200 тысяч вот таких слияний с разными параметрами. Разные массы, разные наклонения орбиты, и так далее, и так далее. И вот из этих 200 тысяч шаблонных слияний выбирали то, которое наиболее подходит к этой кривой. Эта кривая значит теперь вот здесь синяя это один детектор, красная это в 3000 километрах от него, в 4000 по-моему. Но они пришли в разное время, потому что свет-то идет довольно значительное расстояние между ними. это они просто совмещены по времени и вот за счет этой задержки вычислен круг на небе, на котором произошло это слияние. Результаты полученные этой подгонкой оказалось две очень большие черные дыры. Такие, которых начальная звезда, из которой получить такую черную дыру в конце концов должна весить больше сотни солнечных масс. Расстояние довольно грубо было оценено, это миллиард с небольшим световых лет. То есть это уже космологически миллиард лет назад это произошло. И вот примерно геометрия как должен быть расположен источник на небе, то есть его зона допустимых положений. И сразу из этого всплеска уже следовало одно очень важное следствие для астрофизики. Значит, прежде всего, какие фундаментальные следствия. Вот зарегистрировали события, которые выглядят точно так, как предсказывала общая теория относительности. То есть, казалось бы, здесь нет новой информации. Ну, есть новая информация, а именно, что гравитационные волны распространяются скоростью света, что и так было, в общем-то, всем ясно. Никто этим занимались и так было понятно, что все будет именно так. Тем не менее, тем не менее, для вообще фундамента науки это очень важно, потому что это подтверждение самых-самых фундаментальных вещей. Это подтверждение общей теории относительности не на каких-то мелких эффектах, там, связанных с отклонением света звезд около Солнца, а на самых мощных, где пространство искривлено уже до безобразия просто. Более того, это первое прямое подтверждение черных дыр, потому что такую картинку можно получить только из черных дыр. Никакой другой объект, отличающийся от них такой картинки не даст. Потом зарегистрирована там другая картинка. Но это не конец истории. Современное состояние вот. Их уже четыре. Четыре слияния черных дыр. из этой картинки уже можно сделать довольно резонный вывод. Для астрофизики. Я говорил, вот раньше основная точка зрения, парадигма была какая, что вот эти пары черных дыр образуются из парных звезд, родившихся вместе, которые превратились в черные дыры. но не могут быть такие массы у парных звезд. Огромные. Смотрите. 30 и 25. 31. Другая уже более-менее звездной массы. Наконец 36 и 29. Снова еще одна тяжеленная пара. Такие черные дыры могли родиться только из первичного состава Вселенной водорода и гелия. Почему? Потому что только эти звезды были огромными, потому что у них низкая теплопроводность. Только звезды из первого поколения, в которых только водород и гелий, только они могли быть такими огромными. Потому что что произошло потом? Потом вещество Вселенной переработало из звезды, появились тяжелые элементы, металлы, тяжелые элементы ухудшают теплопроводные звезды. Таких гигантских звезд не может быть. У них теплопроводность низкая, и они поэтому теряют устойчивость. Они взрываются, не успев образоваться, грубо говоря. Скорее всего, это были звезды, образовавшиеся из исходного материала. Такие звезды не любят образовываться парами. Не любят образовываться парами. они возникли поодиночке. Как они оказались вместе, чтобы слиться потом? Есть такой механизм. Есть такие интересные объекты в космосе. Шаровое скопление. Это рой звезд, из миллиона звезд примерно, довольно плотный. В галактике довольно много шаровых скоплений у нас. Вокруг нее тоже летают шаровые скопления. Так вот, в шаровом скоплении, что бы ни было самым тяжелым, самый тяжелый объект. Из-за динамики многих тел он тонет. Тяжелое тело тонет в центр скопления. Одна звезда, вернее, черная дыра тяжелая тонет в центр скопления. И вторая тонет, которая образовалась в этом скоплении. И там они объединяются пару. И вот эта пара уже потом сливается и излучает гравитационные волны. И вот эта табличка сильно говорит в пользу этого второго сценария. Но только третье событие, вот это нет проблем, это скорее всего обычная звездная пара. То есть работают оба механизма. Пока что то, что с шаровыми скоплениями выглядит более убедительно. Ну еще самое последнее событие. недавнее произошло в августе. Объявлено недавно. Это слияние нейтронных звезд. До сих пор видели слияние черных дыр, теперь слияние нейтронных звезд. что очень здорово. Что это за картинка? Это график времени, а это частота, частота сигнала. Он начался со 100 герц примерно, вот это 100 герц. То есть это нейтронные звезды вращались друг по другу со скоростью 100 оборотов в секунду. Они сближались ближе, ближе, доросло до 300 оборотов в секунду, здесь все пропало, они слились, превратились в сферическое тело, но через полторы секунды произошел то, что называется гамма-всплеск. Увидели жесткий рентген, всплеск жесткого рентгена продолжительность секунды примерно. Типичный короткий гамма-всплеск, который раньше и думали, что это слияние нейтронных звезд. Так и оказалось, что это действительно слияние нейтронных звезд. Вот Нобелевские лауреаты, получившие только что премию этот человек Вайс, он главный по этому интерферометру, по его разработкам, то есть он все это держал у себя в голове. Он получил половину Нобелевской премии. Бариш это начальник Лайга этой установки и Кип Торн это придворный теоретик. Многим он, наверное, известен тем, что он писал сценарий к Интерстеллару. Он многим занимался на самом деле. Ну что, замечательно. Это редкий случай, когда после открытия Нобелевская премия присуждается так быстро. Значит, теперь здесь произошел прорыв. Увидели, что есть черные дыры, увидели гравитационные волны. Но с черными дырами есть масса вещей, где мы до сих пор барахтаемся и не можем сильно продвинуться дальше. Это то, как они излучают эти черные дыры. Они излучают. Когда на них падает вещество, то, во-первых, излучаются удивительные вещи совершенно. Струи. Струи рельсивистские, со скоростью света почти, замагниченной плазмы. На сотни тысяч световых лет они выбрасываются в некоторых случаях. Вот это прямо фотографии блазаров со струями. И мы не понимаем, как эти струи излучают. Мы видим, что они излучают гигантские потоки гамма-квантов. Вот это то, что я убил несколько лет в своей жизни. Ну, что-то понял, но до конца не понял. Как и остальные. Значит, дальше. Гамма-всплески. Это тоже образование, момент образования черных дыр. Большинство из них. Я немножко забегу вперед. А, смотрите, да, вот это что такое? Это летает станция на орбите и регистрирует жесткий рентген фотоновый счет. Вот идет счет фоновый и вдруг раз на тысячи фотонов пришло в довольно короткое время. Долго думали, откуда они приходят, потом выяснили, что они приходят с миллиардов световых лет. Что это событие, его энергия ну просто фантастическая совершенно. Откуда они взялись? Дальше. Тут есть два, вот это все длинные гамма-всплески с огромной энергетикой, а есть короткие, которые даются секунды или доли секунды. Про них поняли, что это другой класс. Почему? Потому что у них распределение двугорбой, а вот распределение гамма-всплесков по длительности мы видим, что есть длинные, есть отдельно второй бугор, короткие, которые скорее всего отличаются по своей природе. Иначе откуда двугорбой сойдется. Была гипотеза, что короткие, длинные, это коллапс огромной звезды, которая превращается в черную дыру. В центре сначала возникает черная дыра. Вокруг черной дыры образуется диск, который сжимается. Черная дыра растет за счет этого диска. И подобно квазарам, там тоже гигантские черные дыры, выбрасывается вот эта струя вдоль оси вращения. Эта струя за секунды прожигает звезду, вырывается в открытый космос, и там излучает гамма всплеска. В сценарии понятен, механизма нет. Я придумал два механизма, скорее всего, ни один из них не работает. Третье, значит, это некоторые наметки, вот сейчас будет работа, в которой не я играл основную роль, может быть, он больше повезет, больше пройдет к реальности. Вообще, задача чудовищная, сложная совершенно, она связана, во-первых, с непониманием, а во-вторых, с чудовищно тяжелым компьютерным счетом. Значит, это длинные гамма-всплески, а с короткими, вот, недавно выяснили, вот она, слияние нейтронных звезд. пока это единичное событие, но оно очень точно легло в то, что думали, то есть подтвердило уже как-то более-менее разработанную точку зрения. Вот так медленно это идет, и как это, это, в общем, некая стагнация. Но эту стагнацию, чтобы преодолеть, надо просто очень хорошо считать. То есть это не какая-то фундаментальная новая физика, это просто сложное явление на основе старой физики, которую надо перемалывать, вот как предсказывают погоду, там сложнейшие все эти циклоны и так далее. Попробуйте вот так, вот не видя эту всю погоду предсказать, вот не видя вообще, что происходит на Земле. Попробуй, ни разу не видя торнадо, догадаться, что такая штука существует и понять, как она образуется и выглядит. Никогда в жизни не видел. И вот здесь что-то тоже подобное. Просто очень сложное явление и уже десятки лет множество людей, включая меня, над этим бьются. Следующий прорыв планеты у других звезд. Когда 50 лет назад, скажем, мои впечатления, я читал очень много литературы популярной, я еще был юношей, что планеты у других звезд не найдут при нашей жизни, просто потому, что это фантастически тяжело. Земля рядом с Солнцем издалека, если смотреть, в миллиарды раз тусклее Солнца, находится очень близко в его ореоле. Землю увидеть практически невозможно, казалось. тем не менее, нашли. Первые планеты нашли в 80-х, но это планеты не у нормальных звезд, пульсаров, нам все легче. И в 95-м году, это просто хорошо помню, день, когда это сообщение пришло, нашли планету у другой звезды, совершенно фантастическую планету. Никто не мог поверить, что такие планеты могут быть. Как искали первые планеты и как их нашли? По эффекту Доплера. Планета и звезда на самом деле вращаются вокруг общего центра тяжести, который скорее всего внутри звезды лежит где-то. Но звезда под действием планеты чуть-чуть движется тоже по кругу. И мы если смотрим, мы должны по эффекту Доплера увидеть, что она ближе к нам, дальше от нас приближается, удаляется. Эффект Доплера, нас гришники ловят по эффекту Доплера. То есть радар на машину, отраженный радиолуч уже имеет чуть-чуть другую частоту, зависящую от скорости нашего движения. Так и здесь. Значит, если звезда движется к нам, все спектральные линии чуть-чуть сдвигаются в синюю область, если от нас, чуть-чуть в красную. И вот так они нашли вот эту вот кривульку, наблюдая за одной из звезд, 51 Пегаса, что она на 70 метров, прошу прощения, то приближается к нам, то удаляется на 70 метров в секунду. из этого следовала удивительная вещь, что это на самом деле тяжеленная планета у нее. Это очень большая скорость 70 метров в секунду. Это тяжелая звезда движется 70 метров в секунду за счет движения вокруг нее планеты. Во-первых, это огромная планета, это половина массы Юпитера, но самое страшное то, что она очень близка к звезде. Ее орбита 4 дня. Это в 20 раз ближе, чем Земля и во много раз ближе, чем Меркурий к своей звезде. То есть она должна быть раскалена. И самое удивительное, что там не есть чего образоваться вообще планете. Там с самого начала образования планетной системы было пустое пространство за счет того, что звезда разгоняет все своим излучением. А вот это уже снимок. Не какое-то там моделирование, снимок реальной системы. Этот снимок, правда, сделан не в оптике, это субмиллиметровые радиоволны или далекий инфракрасный диапазон. И вот видят такой диск. И этот диск намного больше Солнечной системы. Вот видно, орбита Нептуна показана стрелкой. И что еще здесь видно? Вот получше фотография. Здесь видны щели. Откуда взялись эти щели? Каждую щель сделала гигантская планета, вращающаяся в этом диске. Она проела эту щель. Она все вещество собрала на себя. И тут происходит еще одна интересная вещь. Планета оказывается теряет скорость, теряет свой момент вращения, выяв вот такую щель. Она начинает приближаться к звезде. вещества тормозится тем веществом, которое внутри. Вот допустим, здесь вращается планета, за счет этого вещества в диске она тормозится и она приближается по спирали, очень медленно приближается к звезде. До каких пор она приближается, а вот до тех пор, пока не попадает пустое пространство вокруг звезды, которое разметено излучением. Попала она туда и нет за счет чего тормозиться. Нет материала торможения. Все, она там остается навеки. И красна мы их нашли. И очень долго, не очень долго, года два наверное, было такое унылое впечатление, что все, что находят это горячий Юпитер. Их потом нашли еще и еще. И казалось, что наша солнечная система вообще говоря уникальна. Потому что то, что видят, это совсем другое. Какие-то уродские системы, там не может быть Земли. Потому что эта планета при миграции Землю бы разрушила или выкинула бы солнечную систему. Но потом постепенно все стало понятнее и прозрачнее. Просто есть так называемый эффект селекции. Это то, что вот такие горячие Юпитеры первыми бросаются в глаза. Их очень легко найти. А Землю так не найдешь. Потому что Земля на Солнце наводит скорость всего лишь 10 сантиметров в секунду. Это вообще превышает возможности любых методик. было такое уныние, что мы найдем много горячих Юпитеров, эти уродские системы, а земель мало, их мы главное никогда не найдем. Но произошла вторая революция, другой метод, другой аппарат. То есть был запущен аппарат в космос под названием Кеплер, который искал не сами планеты, а вот их эффект, когда они проходят по диску звезды. Значит, смотрите, если мы находимся здесь, скажем, мы наблюдаем звезду, а в этой плоскости летают ее планеты, то мы видим, как эти планеты проходят по диску звезды. Мы, конечно, не видим прямо планету на фоне диска, но мы видим, что яркость звезды чуть-чуть подсела, потому что кусочек этой звезды заслонила планета. Этот эффект маленький. Когда Юпитер проходит по диску Солнца, на 1%, а Земля подсаживает светимость Солнца на 1,001%. Дело в том, что это 1,001% видна. Хорошие телескопы. Вот, собственно, основная часть Кеплера. Это ПЗС-матрица, очень чувствительная, очень стабильная. Ну, их здесь несколько штук. Вот видите, их много, этих ПЗС-матриц, расположенных в бокальной плоскости. И вот этот прибор завершил революцию. Он одновременно следил за двумястами тысячами звезд и снимал их кривые блеска. И нашел там тысячи, тысячи звезд, затмеваемых планетами. Периодом прохождения сразу определяется размер планеты и сразу определяется ее период. То есть, вот картинка, вот то, что было до Кеплера разными методами найденные планеты. это значит масса планеты, это ее орбитальный период. Смотрите, все массы, вот 10 масс Земли, 300 масс Земли, вот это масса Юпитера уже пошли. Все массы очень огромные, потому что такие планеты только можно и можно. И у них орбиты тесные, то есть Земля будет где-то вот здесь, никого намека естественно на Землю не было. А это то, что сделал Кеплер буквально за полгода наблюдения. радикально изменил картинку. Сразу сотни, потом тысячи планет, в том числе и размером с Землю. Планет размером с Землю мало, потому что их искать тяжело, но уже ясно, что они есть, что их достаточно много, и оценки говорят, что вот цифры, значит, сейчас, наверное, уже вот это 5000 достигло. Вот это планеты размером с Землю и греющиеся примерно так же, как Земля. Всего 20 штук, и они далеко. Но это и понятно, потому что такие планеты сложнее всего находить, даже Кеплеру. Всего в обитаемой зоне где-то три сотни планет, то есть обитаемая зона, значит, она получает нужное количество тепла, чтобы там была жидкая вода. То есть идет быстрый прогресс сейчас. Кеплер фактически закончил работать, он не закончил работать, у него сломались два геродина, и он не может нормально ориентироваться, поэтому он сейчас сканирует плоскость эклиптики очень медленно, вот так, и он не может долго наблюдать за одними и теми же планетами, то есть больше он планет земного типа не найдет. Казалось, уже много найдено, и тут еще сенсация. У самой близкой к нам звезды, ближе не бывает, ближе только Солнце, Проксима Центавра, обнаруживается планета. Более того, она обнаруживается на нужном расстоянии, она получает столько тепла, она в обитаемой зоне, она получает столько тепла, как Земля примерно. Это все, что мы знаем об этой планете, это вот эта кривая, вот эта кривая, это с периодом там 11, по-моему, дней, вот, что движется то к нам, то от нас, все. Но эта кривая уже много о чем говорит, период и так далее. Очень скоро, меньше, чем через год. Вторая вишенка на торте. Система Тропист-1, это 40 святовых лет от нас, но зато там сразу 7 планет, из них сразу 3 находятся в обитаемой зоне, и все они проходят по диску звезды, и значит, они более доступны для изучения, чем Проксим-1, который не проходит по диску звезды. Все казалось бы здорово, мы нашли землеподобные планеты очень близко. Но здесь, увы, есть очень большая проблема. Звезды плохие, что Проксима B, что Тропист-1. Эти звезды красные карлики. Они очень долго живут, они слабо светят, но если планета не близко, то она получает нужное количество тепла, но кроме тепла она получает еще много всякой дряни. Вот кстати иллюстрация художника, как могут выглядеть эти планеты. Из настоящего здесь только размер. Понятно, что все пятна, цвет это просто фантазия. Значит так, большие проблемы. Что такое красный карлик? Это довольно холодная звезда плотностью больше, чем Солнце. Есть такой парадокс, что чем холоднее звезда, тем она сильнее сжата. Вот примерно их сравнительные размеры. Красный карлик излучает тысячи раз меньше света, чем Солнце. А проблема в чем? Солнце тепло из центра наружу передается диффузией фотонов. лучистый перенос тепла. Здесь он не работает в красных карлик. то, что они плотные. Не дойдет фотон, то есть это многие миллионы лет достичь поверхности. Там работает конвекция, то есть он бурлит как чайник, красный карлик. Если он бурлит как чайник, то есть перенос вещества конвекции, что происходит? Генерируется магнитное поле вот этой всей конвекции. Это известный механизм. На Солнце тоже есть конвекция, но уже в наружных слоях. За счет этого мы имеем всякие солнечные вспышки и другие неприятности. Там это все много раз больше. И вот звезда излучает в тысячу раз меньше, чем Солнце света. вот этих рентгена, жесткого ультрафиолета звездного ветра она излучает больше, Солнце. Ну, не намного, но больше. А планета намного ближе к Солнцу. То есть она всего это ловит в сотни раз больше, Земля. Чем это плохо? Была бы атмосфера, она могла бы защитить живые организмы на этой планете. Все в порядке. Но звездный ветер сдувает атмосферу. Жесткое излучение, ультрафиолет и так далее иссушают планету. Иссушают ее воды. Более того, красные карлики плохи еще тем, что они неоднородно светят. Они очень яркие. В начале своей биографии потом тускнеют десятки раз, даже в сотни. В начале своей биографии просто излучением эта планета вся вода должна быть испарена. Но люди ищут лазейки. Да, еще она все время одной стороной обращена к звезде, как правило. Либо очень медленно-медленно вот так подвращается. Люди ищут лазейки. Приливное замыкание, но если есть атмосфера, оно не так страшно, потому что тепло с горячей стороны на холодную переносится циркуляцией атмосферы. Это если есть атмосфера. Значит, вода улетучивается, испаряется звездой. Ну да, испаряется, но если ее было в начале очень много, там несколько земных океанов, скажем, то она может испарилась не вся. Дальше. Истощение атмосферы за счет звездного ветра можно, в принципе, защититься, если у планеты есть сильное магнитное поле, сильнее, чем у Земли. Тогда звездный ветер просто обтекает эту самую планету, ее атмосферу. Дальше откуда взялась вода на этой планете, если она так близко к своей звезде? Опять нам помогает эта самая миграция, то есть она могла родиться дальше, где очень холодно, где было много ледяных глыб, летало, и они образовали громадный океан этой планеты. То есть везде есть лазейки, но эти лазейки довольно узенькие. И остается надежда. И очень хорошо, что она остается, потому что эта надежда и есть самое важное, что вот на одной из близких звезд может быть жизнь, и давайте это исследовать, для этого нужны новые телескопы, для этого нужны новые методики и так далее, и так далее. Ну и люди, конечно, надеются благодаря этому получить дополнительное финансирование на новые проекты. Это хорошо, это нам повезло. С Проксимой Б нам точно просто очень повезло. Ну и люди строят новые гигантские телескопы, которыми можно что-то увидеть по поводу Проксимы Б, можно увидеть, различаются ли ее горячие и холодные стороны. Это скоро будет запущен прекрасный аппарат, космос, который точно сможет определить, есть ли какая-то атмосфера на Проксиме Б или ее совсем нет. Вот эти два случая он может различить. Также он может понять, есть ли атмосфера у планет Тропист-1, поскольку там атмосферу можно увидеть на просвет, некий эффект этой атмосферы. Но это не очень большие надежды, то есть что-то мы узнаем. Мы еще узнаем скоро много новых планет земного типа благодаря тому, что будет запущен аналог Кеплер, но с гораздо более широким обозрением. То есть Кеплер смотрел в одну сотую небо, а этот будет в одну тысячную по-моему даже. А этот будет смотреть обозревать все небо. Он конечно их найдет гораздо больше близких. И из статистических соображений он должен найти планеты земного типа, опять же вот эти транзитные. Ну где-то в пределах ста световых лет. Но вообще говоря, они должны быть в 15 световых годах планеты земного типа не у красных карликов, а у нормальных звезд типа Солнца. Где-то в 15 световых годах должны быть планеты подходящие для жизни. По идее. Но вот здесь мы уперлись в тупик. Потому что ни одно из современных средств наблюдений их обнаружить не может. Что их может обнаружить? Космический интерферометр. Все проекты, которые существовали по этому поводу, зарублены без какой-то надежды продолжения. Может надежда появилась только сейчас, когда обнаружили вот эти. Это что такое? Это несколько космических телескопов размера Хаббла, которые не просто группой смотрят, а которые очень точно выставлены в пространстве. И смотрят на одну звезду и то, что вокруг нее. И они должны быть выставлены настолько точно, что интерференция от этих разных телескопов в общем это Хабб, телескоп, где весь свет смешивается, что интерференция гасит звезду. От звезды почти ничего не остается. А планеты попадают в интерферационный минимум, а планеты вокруг нее попадают в интерферационный максимум. И можно реально снять спектр этих планет, их собственных спектр, и увидеть их атмосферу и все линии в атмосфере. И даже убедиться, что там жизнь есть, если есть кислород. Кислород будет виден в виде линии поглощения озона. Ну собственно и все. То есть из-за того, что все это притормозило в 2000-х годах, то есть этого скоро ждать нельзя. Я надеюсь, что все это возродится. В общем основной пафос в том, что тупик наметился, но он все-таки преодолимый этот тупик. И что может быть не мы, может быть там внуки все-таки его пробьют окончательно и найдут планеты пригодные для жизни в 15-ти святых годах. Все. Вот на этом это то, что я перечислил три вот этих группы проблем, которые по крайней мере меня самого больше всего волнуют. Кто-нибудь еще мог бы найти какие-то другие прорывы и другие соответственно тупики. тупики. Продолжение следует...